В 2012 году в областной бюджет из федерального безвозмездно поступят 980 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления Елена Перминова. По словам замгубернатора, эти средства будут израсходованы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, обеспечение жилье молодых семей в рамках программы «Жилище», доступности обучения детей-инваридов, субсидии на пристрой лечебного корпуса на 120 мест к противотуберкулезному диспансеру. Елена Перминова также доложила о доходах и расходах регионального бюджета. Доходы областного бюджета в текущем году планируются в размере 27 млрд 442 млн рублей или увеличение на 892 млн рублей. Расходы же составят 30 млрд 392 млн рублей, увеличение на 981 млн рублей. И дефицит бюджета будет 2 млрд 950 млн рублей, он также увеличивается на 89 млн рублей. На заседании правительства отчитался и Анатолий Додонов. По его словам, при отборе семей кандидатов на участие в целевой программе «Доступное и комфортное жилье» приоритет получат многодетные семьи. По условиям программы семьи могут самостоятельно принять решение, каким из двух видов поддержки воспользоваться. Выбрать социальные выплаты на первоначальный взнос в размере от 200 до 800 тысяч рублей или региональный материнский капитал при рождении или усыновлении ребенка. Сейчас эта сумма составляет 314 тысяч рублей. В 2011 году вручено 656 сертификатов материнского капитала на сумму 200 миллионов рублей. В этом году уже 276 семей в размере 86 миллионов рублей. Кроме того, на заседании правительства было принято решение предоставить Кургану субсидии из областной казны в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей. На эти деньги должны создать дополнительные места в детских садах. Ранее подобную субсидию получили 19 муниципальных образований региона. Ольга Тыщик, Семен Сединкин, телекомпания «Регион-45».